Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления очень вкусного шоколадного торта с черной смородиной. Этот торт получается изумительным, неприторным, с кислиткой и ароматом черной смородины и шоколада. Обязательно попробуйте приготовить и порадовать своих близких. Итак, какие продукты мне для этого понадобятся? Для бисквитного теста цельнозерновая мука, которую можно заменить на обычную белую муку, какао-порошок без сахара, растительное масло без вкуса, без запаха, яйца, сахар, разрыхлитель и соль. Первым делом в глубокую посуду разбиваем яйца. Всыпаем соль и начинаем взбивать. Когда яйца немного взбили, добавляем сахар и продолжаем взбивать до густой пены. Взбиваем минут 10, время зависит от мощности миксера. Все, масса достаточно хорошо взбилась, побелела и увеличилась в объеме. В сито всыпаем муку, какао-порошок, разрыхлитель. Просеиваем и аккуратно перемешиваем. Тесто хорошо перемешали. Вливаем растительное масло. Перемешиваем. Вливаем несколькими порциями. Готовое тесто переливаем в форму. Дно формы застилаем пергаментной бумагой. Форму отправляем в разогретую духовку на 180 градусов. Режим вверх-вниз минут на 40-50. Пока выпекается бисквит, приготовим сироп для пропитки. Сироп готовим из черной смородины и сахарного песка. Черная смородина у меня свежемороженая. Ее можно купить в любом супермаркете. Использую половину от общего объема. Вторая часть пойдет в крем-начинку. Пересыпаем ягоды в чашу блендера. Оставшиеся ягоды убираем в сторону, чтобы они полностью растаяли. Всыпаем сахар. Измельчаем блендером. В самом конце добавляем 50 мл воды. И снова перемешиваем. Готовую массу переливаем в кастрюлю. И ставим на огонь. Как только масса закипела, убираем огонь на минимум. И варим минут 5. Затем снимаем с огня и даем ему полностью остыть. Для крема сливочный сыр маскарпоне. Можно взять любой творожный сыр. Яйцо, кукурузный крахмал, сахар, молоко. И плитка черного шоколада. Большую часть молока выливаем в кастрюльку или ковшик. И сюда же всыпаем сахар. И ставим на огонь. В оставшееся молоко вбиваем яйцо. Перемешиваем. Сюда же всыпаем кукурузный крахмал. И хорошенько перемешиваем, чтобы не было комочков. В горячее молоко вливаем подготовленную смесь. И хорошенько перемешиваем. Варим заварной крем. Как только крем станет густым, снимаем с огня. По консистенции должна получиться как манная каша. Все, крем загустел. Можно снимать с огня. Пока крем горячий, крошим в него шоколад. И хорошенько перемешиваем. Получается такой заварной шоколадный крем. Крем накрываем в контакт пищевой пленкой, чтобы не образовывалась корочка. И оставляем остывать крем до комнатной температуры. Накрываем, чтобы крем не заветрился. Прошло 45 минут. Проверяем бисквит на готовность. Протыкаем деревянной палочкой. Она абсолютно сухая. И значит бисквит готов. Бисквит немного остыл. Достаем его из формы. Остывший бисквит заворачиваем в пищевую пленку. И убираем в холодильник на ночь. А затем разрезаем на три равные части. Крем полностью остыл. Снимаем пленку. И слегка взбиваем миксером. Выкладываем сыр маскарпоне. И как следует перемешиваем крем. Чтобы получилась однородная масса. Все, крем готов. Вот такой он густой, красивый получился. Самое главное, что очень вкусный. Сливочно-шоколадный, в меру сладкий. Все подготовили. Собираем торт. Остывшим сиропом из черной смородины. Пропитываем и хорошенько смазываем коржи. Выкладываем сверху крем. Половину от общего объема. Разравниваем. Выкладываем половину ягод. Распределяем по всей поверхности. Смазываем следующий корж. С одной стороны. Затем будем смазывать с другой. Смазанной стороной выкладываем на крем. Сверху снова смазываем джемом. Выкладываем оставшийся крем. Вторую часть. И разравниваем. Выкладываем оставшиеся ягоды. Джемом смазываем верхушку коржа. Накрываем последним коржом. Остатками крема выравниваем края. Края у торта выровняли. Осталось приготовить шоколадную глазурь. Жирные сливки ставим разогреваться в микроволновку. В горячие сливки ломаем шоколад. И хорошенько перемешиваем, чтобы шоколад полностью растворился. Все, глазурь готова. Сверху покрываем торт. Готовый торт убираем в холодильник, чтобы он настоялся и пропитался. А глазурь застыла. Глазурь застыла, можно украшать торт. Для этого я буду использовать вот такой трафарет, который сама вырезала звездочки и полумесяц. Накладываю. И присыпаю сахарной пудрой. Аккуратно снимаем. Вот такой торт в итоге получился. Осталось разрезать торт и посмотреть, какой он внутри. Вот такой красивый торт получился в разрезе. А самое главное, он безумно вкусный. Шоколадный, с кислинкой, ароматной черной смородины. Это безумно вкусно. Обязательно попробуйте приготовить и порадовать своих близких. А я на этом с вами прощаюсь. Всем приятного аппетита. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok